Здравствуйте, дорогие читатели! Испокон веков люди отмечают Новый год и Рождество и пишут о них книги. И детские книги в первую очередь. Что объединяет лучшие из них? Конечно, волшебное ощущение праздника, его приближение и атмосфера радости и счастья, великолепно переданы авторами. Конечно, чудеса редки в нашем мире, но под Новый год и Рождество нет-нет и случаются. А еще, пожалуй, все эти истории учат нас, взрослых и маленьких читателей, самым главным вещам – состраданию, милосердию, участию к тем, кому даже в эти светлые праздники бывает не слишком весело. Но если чудо случится хотя бы с ними, всем людям от этого станет радостнее. Маймаксанская библиотека номер 6 имени Георгия Алексеевича Скребицкого предлагает вам небольшой обзор детских книг о Новом годе и Рождестве, которые стоит прочитать. Елена Ракитина «Приключения новогодних игрушек» Знаете ли вы, что под Новый год елочные игрушки оживают и с ними происходят самые удивительные истории? Истории невероятные, сказочные, очень теплые и добрые. И в каждой есть, нет, не мораль, а полезная идея, которую сможет понять ребенок. К примеру, что тот, кто переживает о других, всегда настоящий, даже если речь идет об игрушечной сосульке. У каждой игрушки здесь своя мини-сказка. Но все истории объединены тем, что их главные герои – жители одной коробки с новогодними игрушками. И собраны они в ней не случайно. Эта коробка не хранилища безликих одинаковых шаров, а хранилища памятных новогодних игрушек, среди которых есть свои любимцы у каждого члена семьи. Возможно, прочитав эту книгу, в вашей семье тоже возникнет традиция наряжать елочку новогодними игрушками с характером. Так или иначе, но по отзывам многих родителей, книга эта удивительно хорошо воспринимается и мальчиками, и девочками, от четырех до десяти лет. Ее главное достоинство – она добавляет доброго волшебства в атмосферу новогоднего праздника. Анну Штонер – маленький Дед Мороз. А что если Деды Мороза тоже когда-то были маленькими? А что если живет на свете такой маленький Дед Мороз, которому очень хочется побыстрее стать взрослым и начать творить чудеса? Однако никто из взрослых собратьев его всерьез не воспринимает. Хотя он всегда самым первым приносит елку, печет печенье и готовит сани, большие Деды Мороза все равно не берут его развозить подарки. И так из года в год, пока однажды маленький Дед Мороз не делает замечательное открытие. Эрнст Теодора Маде и Гоффман «Щелкунчик и мышиный король». «Щелкунчик и мышиный король» – одна из знаменитых волшебных историй, написанных Гоффманом и, пожалуй, самая популярная в мире среди рождественских сказок. Достаточно сказать, что по ее мотивам созданы художественные фильмы, мультфильмы и балеты. Сюжет сказки, опубликованный еще в 1816 году, родился у немецкого автора Гоффмана в общении с детьми его друга Хитцега. Подобно своему книжному герою, умельцу-крестному Дроссельмейеру, Гоффман смастерил для своих маленьких друзей искусный макет замка и дал их имена мальчику и девочке в своей сказке. История разворачивается в Рождество, в доме, где живут фриц и его сестра Мари, где уже стоит великолепная красавица-елка, вокруг необычного подарка крестного игрушки-щелкунчика. Волшебную ночь начинается происходить чудеса, игрушки оживают, щелкунчик превращается в прекрасного принца, а помогает ему в этом не испугавшаяся злого мышиного короля, маленькая отважная Мария. Ханс Кристиана Андерсон «Снежная королева» Одна из самых длинных и самых волшебных сказок Андерсона пронизана рождественским духом. Она начинается в зимний вечер и заканчивается строками протестантского гимна. «Розы цветут, красота, красота, скоро узримый младенца Христа». Добро сражается со злом, добрая девочка Герта борется за то, чтобы ее Кай не превратился в ледяного, эгоистичного и злого человека. Хотим познакомить вас еще с одной книгой этого замечательного автора, которая называется «Девочка со спичками». Это пронзительная история маленькой нищей девочки, торгующей на улице, в студеный рождественский вечер, спичками. Благополучные горожане, спешащие к праздничному столу, яркие витрины с новогодними яствами, освещенные окна зажиточных домов с счастливыми детьми, веселящимися вокруг елки за ними. Все это происходит мимо одинокого, замерзающего на улице ребенка. Но, как и во всяком рождественском рассказе, и здесь обязательно будет чудо. Увы, нередко только оно одно и спасает бедняков в нашем мире. Не потерявшая своей актуальности в наши дни сказка, может стать маленькому читателю одной из необходимых прививок обечувствия и напомнить, что Рождество – это время не только веселья, но и размышлений. Самуил Маршак, 12 месяцев Сюжет сказки Самуил Маршак позаимствовал известной чешской писательницей Бажены Немцовой, переведенной на русский Николаем Лесковым. Бедная, но благородная падчерица, высокомерная принцесса, злая мачеха с избалованной дочкой – все эти герои пришли в сказку Маршака из классических мировых сказочных сюжетов. Эта чудесная сказка не только расскажет маленьким читателям о том, что в Новый год возможны любые чудеса, подарит веру в справедливость, но и познакомит с каждым из 12 месяцев, принявших здесь человеческий облик. Джани Радари – планета новогодних елок Итальянскому мальчику Марко однажды подарили на Новый год детскую лошадку-качалку. Сначала Марко рассердился на дедушку за такой подарок, ведь он считал себя уже совсем взрослым. Если бы он только знал, что благодаря этой игрушке окажется он на другой планете. Вместо такси здесь разъезжают деревянные лошадки. Игрушки из магазинов можно брать бесплатно, и каждый день – новогодний. Погода всегда прекрасная, а если вдруг пойдет дождь, то только из конфет. Еще одна сказочная повесть Джани Радари – «Путешествие голубой стрелы». Написанная в увлекательной и легкой манере, рассказывает о рождественском волшебном путешествии игрушечного поезда «Голубая стрела» и его кукольных пассажиров. История чудесная, светлая, пронизанная добрым юмором, и, как часто бывает у Радари, чуть грустная. Сказка складывается из нескольких увлекательных историй, которые вплетаются в канву повествования и составляют единую картину. В самый канун Рождества множество игрушек, которых никто не купил, остались в магазине, где их видит мальчик из бедной семьи Монти Франческо, мечтающий об игрушечном поезде «Голубая стрела». Ожившие игрушки решают не оставлять его без подарка, а все вместе выбраться на улицу и с помощью игрушечного поезда отправиться ко всем детишкам, не получивших таких долгожданных подарков. На пути у отважных игрушек встретится множество препятствий, но они преодолевают их благодаря своей дружбе и любви к детям. Новый год справляют, оказывается, не только люди, но и такие необычные существа, как муми-тролли. И Новый год у них тоже получается необычный. «Волшебная зима» – одна из книг всемирно известной и всемирно любимой серии шведской писательницы Тувы Янсен и милых-милых муми-троллях. Кстати, она и сама нарисовала своих обаятельных героев. «Добрая зимняя» – актуальная сказка о взаимовыручке, о том, как важно оставаться с собой и заботиться о более слабых. Проснувшись не вовремя, муми-тролль оказывается в чужом холодном мире и сначала все вокруг вызывает у него лишь досаду и неприязнь. В муми-долину, спасаясь от лютых морозов, сходятся беженцы, обездоленные существа. Они заполняют муми-дом, едят варенье, заворачиваются в коврики, а хозяин муми-тролль раздражается из-за постоянного беспорядка и больше всего муми-тролль скучает по солнышку и боится, что она обиделась и ушла навсегда. Но зима – это снег, это Новый год, это огромный праздничный костер, который устраивает замерзшие зверюшки. На сложные и взрослые вопросы автор здесь дает простые и самые естественные и человечные детские ответы. Свен Нуртквист – механический Дед Мороз Если кто-то из маленьких читателей еще не знаком со стариком Пэтсеном и его котенком Финдусом, очень советуем познакомиться. Финдус и Пэтсон, пожалуй, самые популярные персонажи детских книг последних лет. Добрый, простой и притягательный мир двух этих неразлучных друзей придумал и нарисовал шведский художник Свен Нуртквист. Первая книга о них вышла еще в 1984 году и с тех пор по мотивам серии были сняты мультфильмы, сделаны компьютерные игры и созданы театральные постановки. На книгах Нуртквиста выросло не одно поколение детей. Великолепные рисунки, детально проработанные, яркие и веселые, прекрасно дополняют текст. И то, и другое создано с любовью и тонким юмором. Книги чудесно передают рождественское настроение, почти осязаемое тепло очага в домике, зимний уют. Их можно перечитывать каждую зиму по много раз. Но будьте осторожны, образ Деда Мороза здесь не совсем традиционен и может серьезно пошатнуть веру малыша чудесного дедушку. Наш обзор подошел к концу. Надеемся, что вы возьмете эти книги в библиотеке. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok